География научно-практической конференции расширяется год от года. 218 представителей 42 учебных заведений Белоруссии, Германии, Польши и Украины, России и Дагестана приняли активное участие, поделились научно-исследовательской деятельностью и обменялись опытом друг с другом в прошедшем накануне мероприятии. К нам приезжают все желающие по определенным направлениям, и они что-то предлагают в качестве докладов, чтобы можно было другим услышать о их наработках, о их успехах, о их достижениях. Ну и не менее важно услышать самим, что делают их сверстники в других учебных заведениях и в других странах. Несмотря на юный возраст, каждым из участников была проведена серьезная научно-исследовательская работа в совсем не детских направлениях – строительстве, радиотехнике, машиностроении, экономике и многих других, итогом которой стали доклады во время конференции перед преподавателями и сверстниками. Конференция дает возможность не только обменяться мнениями, узнать чужое мнение, но еще раз утвердиться в правильности своих убеждений. И эти же качества формируются у наших студентов – умение аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Это качество, необходимое для будущего специалиста в современном мире. Следует особо отметить высокий уровень подготовки докладчиков и актуальность выбранных тем для научных исследований в представленных на конференции проектах. Я приехала из города Москвы, из колледжа архитектуры и строительства. Привезла с собой доклад на тему проектирования тепличного комплекса. Я думаю, в республике Беларусь это довольно интересная тема, аграрная промышленность. 158 разработок не только в техническом, но и в гуманитарном профиле было представлено докладчиками в этот день. Особое внимание уделено духовно-нравственному воспитанию, толерантному отношению в обществе. Давняя дружба и тесное сотрудничество с Политехническим колледжем позволило делегатам из Германии, помимо ежегодного участия в конференции, реализовать ряд совместных проектов. Более 10 лет работает программа по уходу за сохранениями Первой мировой войны. Я воодушевлен той работой, которую мы ведем совместно нашими учебными заведениями. Мы – представители двух наций – немецкой и белорусской. Наша цель – чтобы молодежь общалась, точнее, умела общаться без конфликтов, чтобы дружили и радовались будущему без войны. Ни с чем не сравнимый опыт, полученный студентами за время проведения научно-практической конференции, пригодится в дальнейших исследованиях и разработках. Обсуждение вынесенных тем в докладах с единомышленниками даст дальнейшее развитие потенциала юных исследователей в выбранном направлении. И, конечно, самое главное – сотрет любые границы между странами-участницами.